Мужчина в магазине просит продавщицу. Дайте мне 200 грамм колбасы и нарежьте 100 грамм слева направо, а 100 справа налево. Та посмотрела на него и уверенно говорит. А вы из полиции? Да, а как вы догадались? А на вас форма просто полицейская. Приветствую вас в 200-м номерном выпуске дайджестов на канале Альфа Центавра. А на самом деле он 202-й. Меня зовут Паша Поцелуев, и нам пора переходить к обзору актуальных событий. Нет, правда пора. НАСА и DARPA, агентство передовых оборонных исследовательских проектов США, объявили о сотрудничестве с целью демонстрации ядерного ракетного двигателя. В рамках программы под названием «Драко» было заключено соглашение на бесплатной основе в интересах обеих сторон. Использование ядерного ракетного двигателя имеет ряд преимуществ, в частности, позволяет сократить время космического путешествия, что уменьшает риски для астронавтов. Сокращение перелёта является ключевым компонентом пилотируемых миссий на Марс и Луну. Долгие путешествия требуют больших запасов и более надёжных систем. Кроме того, такой двигатель позволит увеличить массу полезной научной нагрузки и обеспечить большую мощность для приборов и связи. Благодаря используемому ядерному реактору достигаются чрезвычайно высокие температуры, поэтому такой двигатель может быть больше, чем в три раза эффективнее обычного химического. По соглашению, техническую сторону разработки возглавит управление космических технологий миссий НАСА. ДАРПа выступает заказчиком ракеты и двигателя с реактором и будет руководить общей программой от планирования, закупок утверждений и безопасности до интеграции двигателя с космическим аппаратом. Кроме программы Dragon, НАСА совместно с Министерством энергетики США и промышленностью разрабатывают ядерные космические технологии для инициатив по исследованию космоса. Сейчас заключено три контракта на разработку проектов атомных электростанций, которые могут использоваться в будущем на Луне и Марсе. Демонстрация ракеты с ядерным двигателем предварительно запланирована на 2027 год. Последние подобные испытания такого двигателя, которое провели в США, состоялись более 50 лет назад в рамках программы НАСА НЕРВА и проекта РОВЕР. Почти везде на Земле после захода Солнца можно наблюдать феномен, называемый свечением неба. Антропогенные сумерки, вызываемые рассеянием искусственного света в атмосфере. Это явление, конечно, сильно мешает астрономам. Однако, помимо того, оно влияет и на физиологические процессы живых организмов, завязанные на цикл дня и ночи. Новая научная работа учёных из Германии и США представляет собой первую попытку измерить изменения свечения неба в глобальном масштабе. Спутниковыми наблюдениями для такой задачи не обойтись, ведь очень немногие из аппаратов оборудованы достаточно мощными инструментами и при этом могут покрыть всю поверхность Земли. Поэтому исследователи прибегнули к помощи простых людей. На протяжении 10 лет более 50 тысяч волонтёров со всего мира сравнивали видимый им участок ночного неба с предоставленными звёздными картами. Данные получилось собрать из 19262 локаций, из которых 3699 в Европе, а 9500 в Северной Америке. Наблюдения тысяч отдельных людей вместе складываются в глобальную картину, созданную будто целой сетью датчиков, говорит Кристофер Киба, ведущий автор статьи. Исследователи считают, что уменьшение количества видимых звёзд можно объяснить увеличением яркости ночного неба. В Европе они обнаружили увеличение яркости на 6,5% в год, а в Северной Америке вообще на 10,4%. Среднее значение по всей планете составляет 9,6% в год. Такие результаты очень отличаются от имеющихся космических наблюдений. Авторы считают, что причина кроется в типах освещения, которые видны с поверхности Земли и с орбиты. Свечение неба в основном вызвано горизонтально направленным светом, например, от рекламных плакатов или окон домов, в то время как на спутниковых снимках преобладает излучение, направленное вверх. Помимо этого, отмечают учёные, по ночам наши глаза намного более чувствительны к холодным тонам, которые к тому же сильнее рассеиваются в атмосфере. И если такая тенденция продолжится дальше, то там, где сейчас видны 250 звёзд, через 18 лет можно будет увидеть всего сотню. Такой подход к науке также имеет свои ограничения. Например, на результаты сильно влияет количество наблюдателей в каждом из регионов. Больше всего среди участников было жителей Северной Америки и Европы, а около половины наблюдений из Азии были совершены японскими волонтёрами. Это оставило учёных безнадёжных данных о многих развивающихся странах, в которых как раз ожидается самый быстрый темп изменений. Бешеный темп изменений ждёт и нас с вами здесь на Ютюбе. Чтобы оставаться на связи, не забывайте ставить под видео лайки, подписываться на канал и бить в колокольчик. Это поможет вам не пропускать наши большие выпуски и шорцы. NASA больше не будет пытаться полностью развернуть солнечные панели аппарата Люси. По крайней мере до следующего года. В агентстве уверены, что даже в текущем состоянии зонд способен продолжить выполнение своей миссии. Об этом стало известно из заявления, опубликованного на сайте NASA 19 января. В тексте говорится, что последняя попытка доразвернуть панель более месяца назад не принесла результата и лишь немного сдвинула её с места. Проблемы с этим компонентом начались у Люси вскоре после запуска миссии в октябре 2021 года. Только одна из двух крупных 7-метровых панелей полностью развернулась на 360 градусов и зафиксировалась, тогда как вторая потеряла натяжение в тросе и застряла на 347 градусах. Ещё раньше NASA отмечала, что панель в стабильном состоянии. Она даже выдержала вход в самые высокие слои атмосферы Земли на высоте в 400 километров во время гравитационного манёвра. Правда, развернуть её целиком так и не удалось. Управление не исключает попыток зафиксировать панель в будущем, но не ранее конца 2024 года, когда Люси снова приблизится к Земле. Это даст аппарату возможность прогреться, что упростит процесс. Планы команды также будут зависеть от стабильности панели во время первого манёвра с использованием главного двигателя зонда в феврале 2024-го. Однако даже сейчас развернутая на 98% панель производит достаточной энергии для продолжения миссии. К 2033 году Люси должна пролететь мимо одного астероида главного пояса и семи троянских астероидов Юпитера. Аппарат Джуз, Jupiter Icy Moons Explorer, Европейского космического агентства, уже готов к апрельскому запуску. Сейчас будущий искусственный спутник завершает полуторагодичные проверки и испытания во Франции вместе со своим главным подрядчиком, компанией Airbus. Над подготовкой Джуз работали почти 500 её сотрудников и более 80 компаний со всей Европы. Аппарат массой более 6 тонн будет направляться к своей цели с помощью гравитации Венеры и Земли. В зависимости от точной даты запуска Джуз может выполнить первый в истории лунно-земной гравитационный манёвр. Это значит, что миссия совершит пролет мимо Луны и через день мимо Земли. В июле 2031 года, после более чем 8-летнего путешествия, аппарат должен достичь орбиты Юпитера. Целью миссии будет изучение магнитных полей планеты-гиганта и исследование спутников – Калиста, Европы и Ганимеда. ЕКА надеется загляднуть под ледяные покровы юпитерианских лун и исследовать их на потенциальную пригодность к жизни микроорганизмов. В этом ему помогут 10 инструментов, которые несёт на себе Джуз. К ним относятся камеры, радар, который может сканировать поверхность спутников на глубину до 9 километров, приборы для исследований магнитосферы и физической структуры спутников при близком облёте. В конце декабря 2034 года, после трёх с половиной лет пролётов мимо Юпитера и спутников, аппарат должен выйти на орбиту Ганимеда, чтобы исследовать его подробнее. Завершение миссии запланировано на конец 2035 года, когда у Джуз закончится топливо для поддержания орбиты, он должен упасть на Ганимед. Сейчас, параллельно с завершением подготовки Джуз, команды управления в центре полётов ЕКА в Германии проводят интенсивные симуляции, чтобы предусмотреть все возможные проблемы, которые могут возникать в суровой радиационной и температурной средах. Аппарат уже ждёт перевозки в Курум во французской Гвиане. Airbus доставит его на пусковую площадку в начале февраля. Ракетой-носителем послужит Ариан-5. Это будет последняя миссия ЕКА на ней перед дебютом Ариан-6. Астрономы провели лучшие исследования того, насколько магнитно-активны молодые звёзды. Это даёт учёным возможность понять, как рентгеновское излучение от звёзд, подобных Солнцу, но на миллиарды лет моложе, может частично или полностью испарить атмосферу планет, вращающихся вокруг них. Многие звёзды начинают свою жизнь в открытых скоплениях, неплотно упакованных группах звёзд, насчитывающих до нескольких тысяч объектов, сформировавшихся примерно в одно и то же время. Это делает открытые скопления ценными для астрономов, изучающих эволюцию звёзд и планет, поскольку они позволяют изучать множество светил одинакового возраста, сформировавшихся в одной и той же среде. Группа астрономов изучила выборку из более чем шести тысяч звёзд в десяти различных открытых скоплениях с возрастом от семи до двадцати пяти миллионов лет. Одной из целей этого исследования было узнать, как меняется уровень магнитной активности звёзд, подобных нашему Солнцу, в течение первых десятков миллионов лет после их формирования. Для исследований использовалась рентгеновская обсерватория НАСА Чандра, поскольку звёзды, активность которых связана с магнитными полями, более яркие именно в рентгеновских лучах. Исследователи объединили данные Чандры об активности звёзд с данными спутника Гайя ЕКА, космической обсерватории Хершель и космического телескопа Спитцер НАСА. Они также сравнили свои результаты по открытым скоплениям с ранее опубликованными исследованиями Чандры по звёздам возрастом до пятисот тысяч лет. Команда обнаружила, что рентгеновская яркость молодых звёзд, подобных Солнцу, примерно постоянно в течение первых нескольких миллионов лет, а затем гаснет в возрасте от семи до двадцати пяти миллионов. Это снижение происходит быстрее у более мощных звёзд. Активность звезды напрямую влияет на процессы формирования планет в диске из газа и пыли, который окружает все зарождающиеся звёзды. Самые бурные, магнитно-активные молодые звёзды быстро очищают свой диск, останавливая рост планет. Рентгеновское излучение также влияет на потенциальную обитаемость планет, которые появляются после исчезновения диска. Если звезда чрезвычайно активна, как многие светила NGC 3293 в данных Чандры, то, по прогнозам учёных, они будут облучать свои планеты энергичным рентгеновским излучением и ультрафиолетовым светом. К счастью для нас, жителей Земли, наша планета обладает собственным магнитным полем, которое защищает её и её атмосферу от этого высокоэнергетического излучения, от очень молодого Солнца. В новом исследовании учёным удалось пролить свет на формирование природных карбонатов в ранней Солнечной системе. В этом им помог богатый углеродами астероид Рюгу и изотопный анализ. Карбонатные минералы астероида кристаллизовались после реакции с водой, которая попала на Рюгу в виде льда. Они сохранили информацию о температуре и составе жидкости с момента реакции. Работа была опубликована в журнале Nature Astronomy. Соавтор исследования Кевин МакКиган отмечает, что Рюгу особенен тем, что не имел загрязняющих контактов с Землёй, в отличие от метеоритов. И по химии его образцов можно сложить впечатление о том, как и где астероид сформировался. Анализ пропастероида показал, что его карбонаты образовались в течение первых двух миллионов лет существования Солнечной системы. Это на несколько миллионов лет раньше, чем предполагалось. Кроме того, сам Рюгу, или его астероид-прародитель, сформировался как небольшой объект до 20 километров в диаметре. Это удивило исследователей, поскольку аккреционные модели астероидов предсказывают формирование тел в течение долгого периода времени с диаметром не менее 50 километров. Несмотря на то, что Рюгу многократно сталкивался с объектами и накапливал материал заново, вряд ли когда-то он был большим астероидом. Учёные отмечают, что любой крупный астероид, который формировался в то время, должен был нагреться до высоких температур из-за распада большого количества алюминия-26. Из-за этого во внутренней части объекта горные породы были бы расплавлены, а металл и силикат отделились бы друг от друга. На Рюгу нет таких признаков, а весь его состав совпадает с составом хандритов — примитивных метеоритов, формировавшихся во внешних областях Солнечной системы. Исследования небольшого астероида продолжаются и в будущем могут пролить свет на формирование планет Солнечной системы, в том числе и нашей Земли. В Бока-Чика SpaceX испытала новый способ уменьшения высоты ракеты. Для этого полностью заполнили баки обоих ступеней. Не только Иний на Бустер 7 и С-24 смотрелся эпично, стравливание тоже было легендарным. Компания сообщила, что испытательная заправка была успешной, и огневое испытание одновременной работы 33-х Рапторов будет после того, как снимут С-24 с Бустер 7. Собственно, С-24 уже сняли мехозилой. Чего же ещё ждёт космическая компания Мистера Твитта? Работ так много, что сложно сказать, какие из них являются необходимой подготовкой, а какие просто модернизацией, которая может быть завершена и после орбитального испытания. Из космического центра Кеннеди на барже отправили серию баков для наземной инфраструктуры. Они далеко от стартового стола возводят несколько фундаментов. Скорее всего, они нужны для инфраструктуры, которая будет подавать дополнительную воду на стартовый стол. И эти баки на барже хорошо сочетаются с возводимыми фундаментами. Вообще, SpaceX надеется защитить бетон от пламени Рапторов большим объёмом воды без кардинального перепроектирования стартового стола. При этом все понимают, что таких мер может оказаться недостаточным. И в МакГрегори сделали стенд для испытания бетонных плит, в которые будет ударять пламя метанового движка. А какую бы вы предложили модернизацию, чтобы бетон под первой ступенью не выкрашивался при включении двигателей? Напишите в комментариях, будет интересно почитать. А пока можете наглядно оценить степень готовности к орбитальному полёту по вот этой инфографике. А результатов орбитального испытания дожидаемся не только мы, но и пачка Starlink 2.0 в Starbase. Завершим же блок новостей о SpaceX тем, что во Флориде установили мехазилу с короткими руками на башню обслуживания. Быстро подведу итоги голосования за новости в прошлом выпуске, а дальше поговорим о запусках. Самыми интересными вы посчитали новости о том, что астрономы всё ещё выступают против SpaceX из-за спутников Starlink. И о том, что Млечный Путь простирается гораздо дальше, чем считалось ранее. За главные же новости сегодня голосуйте, как всегда, с помощью шифров, которые высвечиваются во время проигрывания ролика в правом верхнем углу. Берёте шифры самых интересных событий и оставляете в комментариях. Можно сразу несколько. А наш скрипт потом их считает и подводит итоги на следующую неделю. Запуски. 19 января SpaceX запустила очередную партию спутников широкополосной связи Starlink. Стартовавшая с площадки SLC-4E базы космических сил США Ванденберг, ракета Falcon 9 отправила на низкую околоземную орбиту 51 аппарат. Для первой ступени это был первый полёт. Она совершила посадку на плавучую платформу Of Course I Still Love You в Тихом океане. 24 января Rocket Lab запустила свою первую миссию с территории США. Ракета Electron стартовала с площадки LC-2 Среднеатлантического регионального космопорта, отправив на низкую околоземную орбиту три спутника фирмы Hawkeye 360. Космические аппараты пополнят группировку компаний, которая занимается сбором данных о местоположении источников радиочастотного излучения. 26 января состоялся первый японский запуск этого года. С площадки космического центра Тенегасима стартовала ракета H-2A. Носитель отправил на солнечно-синхронную орбиту радиолокационный спутник IGS-7 в интересах службы разведки Японии. В тот же день SpaceX запустила ещё одну группу спутников Starlink. Ракета Falcon 9 отправила на низкую околоземную орбиту 56 аппаратов, стартовав с площадки SLC-40 базы космических сил США на мысе Канаверал. В рамках этой миссии носитель обновил свой рекорд грузоподъёмности, запустив более 17 400 килограммов полезной нагрузки. Для первой ступени это был девятый полёт. Она совершила успешную посадку на плавучую платформу Just Read The Instructions в Атлантическом океане. На нашем канале посмотрите шортс на тему того, почему ракеты странно трещат во время запусков. А на сайте читайте большую статью об опасности радиации для лунных экспедиций от Артура Лебедева и смотрите подборку главных снимков от аппаратов Voyager за 45 лет работы. Этот материал перевела Анжелика Тружковская. Ссылки на всё, что я упомянул, вы найдёте в описании под выпуском. Я же хочу сказать огромное спасибо всем, кто поддерживает наш проект на Патреоне и Ютюбе. Благодаря постоянным спонсорам мы можем каждую неделю без пропусков выпускать вот уже 200-й дайджест, писать статьи, делать другие видеоролики и постоянно развивать наш сайт. А ещё мы отказываем рекламодателям и не размещаем на Ютюбе интеграции, только встроенную рекламу Google, которую каждый желающий может отключить. Вы позволяете нам самое главное — быть независимыми, говорить то, что мы думаем и заниматься тем, что любим. А мы взамен стараемся обеспечивать спонсоров небольшими и приятными бонусами. Так что если можете и хотите нас поддержать, самое время сделать это по ссылкам в закреплённом комментарии. Там же можно отправить и разовый донат. Спасибо!